Привет. Привет. Тань, привет. Давно тебя ждем. Привет. Хочется пообщаться, узнать о твоей работе и вообще о том, что происходит за кадром в жизни, что мы успеваем снимать в нашей компании. Об этом хочу рассказать, о том, что ты делаешь. Конечно, обязательно. Начнем. Тань, вообще, на твой взгляд, насколько важен контент, YouTube съемки и правда ли, что очень много работы остается за кадром, то, что могут не в силах снять. Касаемо сейчас твоей работы мы говорим. В моей работе основная часть – это выбор отделки. С клиентами легче общаться на дистанционных расстояниях, когда они видят, как мы это делаем. Когда мы показали видео, я могу ссылаться на наш YouTube-канал, то человеку становится легче понять, что там. Плюс мы показываем и отзывы. То есть они сразу могут представить, как они растают мебель, как им нравится, как не нравится. То есть это очень важно. Человек, покупая дом, он даже не представляет, что он хочет. А наши видео могут дать идею, а там уже фантазия богатая. Но для этого приходится следить за какими-то трендами, отслеживаешь ли ты это, какие цвета в моде, чтобы людям рекомендовать. И, насколько мне известно, ты еще занимаешься фотосъемкой. Клиенту говорит, вот так будет сочетаться ламинат, допустим, с вашими обоями. Так ли? И сколько времени это вообще рабочих занимает? Такое сотрудничество с клиентами, которые уже приобрели дом. Время, можно сказать так, это безграничное. Каждый подход клиента у меня индивидуальный. То есть с кем-то мы можем выбрать отделку за пару часов, а с кем-то мы можем работать месяцами. То есть кто-то доверяется мне, говорит, Татьяна, ну вы видите, как лучше будет сочетаться. Я всегда готова помочь, но я никогда не делаю выбор за клиента. То есть клиент выбирает все самостоятельно. То есть я могу посоветовать, как лучше, как модно, что сейчас в стиле, какой цвет подобрать лучше, как он будет сочетаться с какими-то там плитками и обоями. И такой момент. Очень часто мы приезжаем на сдачу домов с шариками нарядные, с подарками, и слышим, как клиенты говорят спасибо Татьяне за то, что помогла в выборе. Вот насколько этот, ну ты этого не слышишь, это остается за кадром, насколько этот путь вот на самом деле сложный? Сколько фотографий приходится отправить нашим клиентам, чтобы они вот на чем-то остановились? Я работаю со всеми клиентами наших менеджеров. У нас их в компании 4 менеджера. То есть все их клиенты – это мои клиенты по отделочным материалам. То есть я работаю с каждым. То есть в день у меня может быть выбор отделки сразу трех человек. И то есть я каждому человеку должна уделить свое время. Конечно, это, да, энергозатратно, но мы работаем на результаты, когда клиент доволен. Для меня это лучше всего. Но я так скажу, по наблюдениям общения с клиентами, все довольны, тебе спасибо. Этому есть подтверждение на видео, так что ты молодец. Татьяне, телефон горячей линии. Допустим, я когда слышу где-либо, звоните по телефону горячей линии, сам неоднократно говорю, звоните вот по этому номеру телефона, мне как зрителю, ну если честно, не хочется звонить, потому что я знаю, что, ну мне ответят стандартный набор. Да, здравствуйте, вы позвонили в тройку, а на какой-то робот. Вот расскажи, ты наш робот на живой человека. Насколько вот люди охотно с тобой общаются по телефону горячей линии и часто ли звонят вообще? Да, очень часто звонят. Я не робот, я человек, я отвечаю с клиентами. Какие-то минимальные ответы я могу дать клиентам, но в основном всю информацию основную я перевожу на менеджеров, да, там по цене, по каким-то определенным объектам, какие у нас есть, да, в наличии. Ты представляешь, стройгарант Анапа. Я говорю, меня интересует дом поближе к Анапе. Что вы можете мне посоветовать? Ты сразу говоришь, сейчас соединю с менеджером, или все-таки даешь возможность по районам, какие районы ты рекомендуешь? Вот такой звонок тебе поступил сейчас. Конечно, бывает даже такое, что я вообще, в принципе, проработала с клиентом по горячей линии, когда у него нет определенного какого-то запроса на дом, да, ему просто интересно вообще, что мы за фирма, и вообще, кто мы такие, и какие у нас есть коттеджные поселки. Конечно, с этим клиентом проконсультируюсь я, то есть я не буду переводить на менеджера, если нет конкретного запроса, да. И, конечно, все вопросы, которые касаются подключения, звонят, каких-то оформлений или каких-то добробот, какие-то они хотят добавить, да, там террасу сделать, еще что-то, тоже бывает, звонят по горячей линии, говорят, мы вот хотим у вас заказать это еще. То есть как бы на все вопросы я могу ответить. Это все моя, да, моя работа. Ты клиент-прораб. Что делаешь ты в этой связке? У прораба есть своя, да, основная работа это следить застройка, и на самом деле у него очень много входящих звонков каждый день, и в этом я помогаю, скажем так, прорабу, да. Какие-то вопросы я могу получить от клиента, и потом уточнять у прораба, и отвечать клиенту на этот вопрос. Ты как связующее звено, еще следующий момент, непосредственно с руководителем. Бывает ли такое, что звонят, мы хотим поговорить с вашим директором, срочно организуйте мне встречу, то, си, пятое, десятое, все плохо. Твои действия? Вообще, в принципе, я соединяю клиентов с офисом, то есть я тот человек, который распределяет вопросы на нужную категорию, кому мне нужно их передать. Я знаю, что каким-то образом ты еще звонишь клиентам и говоришь, не забыли ли вы заплатить? Ну, я знаю, что это есть, что это такое, что про какие оплаты идет речь. Расскажи мне, расскажи зрителям, пожалуйста. Да, конечно, я также выставляю клиентам счета, да, то есть у нас есть такая возможность, как рассрочка платежа. И я, например, вижу, что у человека оплата, да, приближается, и я напоминаю, будут ли поступления или нет, или нам надо будет какие-то принимать меры, решать какие-то, либо идти навстречу, либо как-то договариваться, обсуждать, что у нас в дальнейшем. То есть есть такая возможность, потому что у нас берут не только ипотечные дома, но и за наличные расчеты с рассрочкой платежа. То есть я каждый месяц напоминаю, у вас домоплата, это тоже в моем, скажем так. Я не банк, но вам напомню, да? Да, я не банк, но я вам напомню. У нас все, кто приобретает дома в компании, в основном, то есть 90% это север, это выше центральной полосы России, да, ну, это жильцы. Понятно, юг, тепло, комфорт, престижно здесь жить. Какие еще плюсы есть в наших домах, в наших живых комплексах, на твой взгляд? В чем наше преимущество жилья домов на юге? Во-первых, в том, как мы строим. Это изначально самое главное, потому что я, как местный житель, могу сказать, что мало выбора в Анапе все равно строительство хороших домов по приемлемой цене. То есть на самом деле у нас достаточно приемлены мои цены, качество, да, отношения к клиентам. У нас клиенты получают все сразу, то есть они получают коммуникации, им не надо бегать, не оформлять ничего. То есть заезжай, и в принципе ты можешь спокойно жить, уже со своими, скажем так, заключенными договорами. Но смотри, мне как человеку, у которого еще нет своего дома, надеюсь, пока еще нет своего дома, страшно его приобретать. Как думаешь, почему людям страшно заключать сделку удаленно с компанией-застройщиком? Наверное, это все-таки страх у всех сидит в том, что когда ты не видишь места, не видишь вообще, не знаешь, что за компания, тебе нужно убедиться, что, кто, что это, кто строит, что делают, как строят. Из-за этого у нас очень хорошо работает сарафан на радио, потому что у нас очень много положительных отзывов, да, у нас площадки, где можно отследить нашу всю жизнь, потому что мы на рынке уже достаточно давно, и мы достаточно хорошо себя зарекомендовали. То есть у нас, у людей есть уже доверие, у нас очень много сделок дистанционных, когда клиенты просто говорят, мы просто вас увидели, и мы влюбились, потому что у вас все очень прозрачно. То есть у нас видно, нашу работу видно. То есть мы снимаем, стараемся максимально все обзоры делать, показывать нашу жизнь в офисе. Это очень важно. То есть также мы клиенту отправляем видеоотчеты, видео земли даже, если нет дома, да, то есть где это будет вообще, локации скидываем, ну, то есть... То есть полное взаимодействие по любому, по востребованию, да? Да, да, то есть любой вопрос, мы обязательно, обязательно на все ответим, чтобы убрать эти сомнения, потому что на самом деле это как бы, да, такая, скажем так, большая покупка, немаленькое вложение, да, и, конечно, человеку хочется понимать, что он купил, купил этот дом. Уважаемые клиенты, всегда буду рада вашему звонку. Отвечу на любой ваш вопрос, не стесняйтесь, набирайте нашу горячую линию и задавайте ваши вопросы. Пишите комментарии. До новых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok